Саша стала посуду мыть и говорит, Алла, ой, мама, что это у вас за тряпка? Я говорю, ой, она такая удобная. Ну, а та моя, знаете, такая вот эта, что, сера. Она говорит, мам, та мочалка уже вышла в свой срок годности. Я говорю, хорошо, выкинула. Вот аппаратная на нее на улице посмотрела, гляньте, какая-то полная, взяла новую. Она такая худенькая, вот видишь. Говорит, там уже миллиарды микробов. Я сама знаю, что я не люблю так. Я просто не заметила, что она, вот новая мочалка, видите, взяла я. Вот так вот, молодежь, видите. Я говорю, давайте я куплю очень хорошую таки мочалку. Она говорит, мама, у нас это все есть, ничего не надо покупать. Так что, вот такие пироги. Наїлися, тогда пошли в хату. Вот я сейчас вам покажу ту старую, что она говорит, выбрось. Я говорю, Саша, я не буду выбрасывать, я положу еще, может, на улице что-то потерю. Смотрите, ну правда, дивиться, я котя, яка вона осталась, уже на ней ничего нет. Вот она, говорит, выкинь ее нафиг. Ну, я еще не выкинула, думаю, на улице помою, тут кафель еще раз, и все. И снова здравствуйте. Знаете, как говорила моя бабушка, что сегодня съешь хоть быка, а завтра все равно хочется кушать. Но я вам уже говорила, что у меня в заготовке куриные крылышки, и это не просто рецепт, это рецепт, разговаривать мы с вами будем, просто как в прямом эфире общаться. Я не могу проводить прямые эфиры, вы знаете почему? Потому что у меня здесь не тянет интернет. Я взяла крылья, вот я их замариновала. Что я здесь использовала? Я здесь использовала соевый соус, приправа курицы, лимонный вот этот вот концентрат вместо, ну, любую кислоту можете использовать. Немножко сахарка, немножко растительного масла, черный перец и все. Можете добавить кетчуп, если у вас есть, будет вкусно, очень вкусно. Знаете, будут такие, как вот крылышки барбекю, туда добавляют соус. Что я сейчас сделаю? Я сейчас возьму рукав для запекания. Ребят, вы знаете, вот эта штучка просто сказка, просто я восхищаюсь такой простотой. Вот я, смотрите, брала приправу до курчат и смотрите, какой шовчик сделала. Посмотрите, ровно. Я раньше не знала, я так вот чик-чик-чик-чик. А теперь я так беру, так и протягиваю прямо и шикарно завариваю. Шикарно. У меня здесь нет уже в ящике ни прищепок, ничего. А то венчина там такая была. Я покупаю вот такой рукав. Вот такой вот. Там есть, смотрите, ну тут такая, видите, отрывала мне надо было для закваски. Зеленые штучки такие есть. Ну есть. Ой, старец нерадись, упала. Вот такие зажимчики. Сейчас я включу духовку, пусть нагревается, потому что... Ох, давно я тебя не включала. Духовочка, ох, давно. Так, включаем. На 220. Пусть нагревается. Пусть нагревается. Сейчас, секундочку, я сполосну руки, потому что я мазала кремом. Я с Египта привезла такой крем, ну, чтобы... А в доме сидела, думаю, пусть руки немножечко пропитаются. Так что сейчас сполосну руки. Сашуня пошла. Вы не представляете, я пришла на кухню. Сейчас, секунду, по-вы, по-вы и не слышите. Сейчас я смою руки, и мы с вами поговорим. Прихожу на кухню. Сашуня пошла, калитку я закрыла, а я немножко там попылесосила, потому что Саша, не знаю, что он там порассыпал, и пылесос я не оставляю. Я сразу иду вытрушиваю. Хотя и стыдно, там такая была дымовая завеса. Ну все, она пошла, закрыла калитку. Захожу на кухню, думаю, буду же готовить. Сейчас поставлю гречку сварю на ужин. И Саша придет с города. Она просто поехала в город. И Саша с работы. А где моя стойка-лампа? Туда-сюда, туда-сюда. Думаю, что это кто-то пришел и украл эту лампу? Кому она нужна нафиг? Захожу в дом. А там маленькая такая у меня лампа есть, как селфи-палка с этой же, с подсветкой. Что она себе мне дарила? Саша ею пользуется. А это мало одной лампы. Она и мою лампу взяла. Ты слышишь? Я взяла, притащила, подняла ее, потому что она же ее опустила. Ох, Сашуня, Сашуня. Сандро, Сандро, как Саша мой говорит. Сандро, Сандро. Так, сейчас я отрезаю пакет. А вы чем занимались? У меня Сашуня, вот, значит, сидит, сидит, сидит. Знаете, когда я ничем не занимаюсь, а оно столько есть и хочется. Пошла. Я говорю, Сашуня, можете что-то приготовить? Да не, не надо я, бутерброд. Почему я вчера купила колбасу? Почему я купила? Но она сыра не ест. Она сыра не любит. Почему я купила эту? Вот она себе там намажет чай с роботой, тайно елась. Молодежь так ест. Почему? Я говорю, Сашуня, давай сделаю галушки. Она говорит, не, я не хочу галушки. Речь его. Мне, мне борщ. Потому что борщ, она, есть у них там кафе, украинцы открыли украинской кухни, но она говорит, там единственное что, что они делают, это борщ. Ну, то, что она привыкла. А все остальное, говорит, в основном на Западную Украину такой упор. Я говорю, давай я приготовлю банош. Вкус. Она говорит, не, 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 не. Это не для меня. Я говорю, почему не для тебя? Все нормально, накажение я не хочу. Слава Богу, ребяточки, потихоньку все проходит. Никакие я не пила от этого, от аллергии. Перестала тот чай пить тройной и смазываю, вот попили мы утром и ложку перед тем, как мы, там ложки остаются, смазываю маслом черного тмина. Очень хорошая вещь. Дай Боже, все пройдет, правда? Дай Боже, вы видели в этом, в интернете? Не, в ТикТоке, по-моему, или в интернете. Короче, девушка за улем сидит, одела на голову презерватив, вот так вот закрутила немножко, и мама садится, так на нее раз, она, мама, я же тебе говорила, что я в детстве хотела быть единорогом, и моя мечта сбылась. Вот так поддувает, а тут пиптик, так что можно быть единорогом. Так, сейчас я, ну, у меня не сильно темные крылья, я не знаю почему, в смысле, сам вот этот маринад, я паприки сильно много не добавляла, высыпаю эти крылья. Ну, давайте, рассказывайте, что у вас там, как там, потому что у меня рука грязная, я выключать не могу камеру. Поводка замечательная, вообще сегодня так хорошо. Говорю, Сашу, ну, что ты сидишь дома, пойди погулять. Она говорит, что я сейчас пиду кудись, пішла. Ты в город, да, ну, куда тут на занасы пиходить? Я говорю, ну, иди в город. Так она поехала в город, я говорю, а я как раз пожарю крылышки на ужин. Что сварить? Гречку, кашу какую-то. Она говорит, мне без разницы. Я говорю, ну, хорошо, без разницы, то и хорошо. А вы знаете, помидоры резаны, вкусные такие, и Саша не доел. Ну, она говорит, мам, вкусные, но я люблю больше, когда вот такие, знаешь, сливка. Я тоже люблю такие плотные помидоры. Я говорю, ну, понятно. Так, вот это что осталось в миске, вот это вот, я выливаю сюда. Так, выливаем. И закрываем. Рука, я имею в виду, ну, заделываем. Воздух старайтесь это так выпустить, потому что, когда начинает готовиться, вот такой пакет надувается. Большой-большой. Большой-большой секрет для маленькой компании. Честно говоря, хочется уже как-то встречиться и с Серёвой, с Ларисой, с Леной, с Вовой. Все как-то так, знаете, работа у каждого, каждый совсем мало времени свободного. Хочется именно, ух ты, хоть на Лукас поехать или куда, ну, пока не получается. И Саша на работе. Я не знаю, в этом году будет ли отпуск у нас совместный с Серёжей, у них-то понятно будет с Ларисой, а сможем мы или нет, потому что Саша, вы же понимаете, у него работа. Если отпустят, то поедем. Если объект закончат, не закончат, не поедем. Все, я беру протвень вот этот вот. Видите, многоразовый пергамент, я его люблю. Его, он моется шикарно, уж от черного цвета, не пригорает вообще. И дешевле. Купил вот это, и все. А вот эти, белая бумага, ну, дороговато, честно говоря. Так, выкладываю этот мешок сюда, расправляю его так, более-менее ровно. Самое обычное, потом откроем и отправляю в духовку. Пусть запекается. Так, с обдувчиком. А сама сейчас я возьму, достану, сначала я сейчас помою эту миску, а потом возьму, я не знаю, честно говоря, что приготовить, гречку. Я хотела приготовить мамалыгу. Сашуня говорит, я такого здесь не буду. Можем мне приготовить кашу кукурузную. Ну, не буду, значит, не буду есты каши, правильно? Поесть крылышки, поесть там у меня есть редиска, перец болгарский. Я думаю, что я сделаю мамалыгу, потому что у меня, это, брынза в холодильнике, надо ее использовать. А завтра у нас все, она такая рада, я говорю, Саша, может сделать вареник из капусты? Не-не-не-не, жареные пирожки. И завтра у меня опять будет в жареных пирожках, у меня, этого, скажите мне, рикотты в коробочке. Мы уехали, Саша не доел. Я выбросить, рука не поднимается. Завтра я попробую рикотту разведу водичкой и сделаем, попробуем сделать пирожки, ну, дрожжевые, но у меня нету живых дрожжей, придется готовить. На закваске? Не, закваска есть. Саша раскормил, но мне, честно говоря, это полезный хлеб, все, но мне сильно хлеб на закваске длинно, сильно долго это все, понимаете, там, но в ночь что хорошо, наколотил, пусть она ходит, а может сегодня в ночь и наколочу, не знаю, честно говоря, ну, хотя хлеб есть, не знаю, короче, мою сейчас пока миску. Проблема пластмасса, хорошая миска, импортная, все вроде хорош пластмасс, но только вот моряную курицу, вы видите, какой, но не отмывается даже, если оно со временем, конечно, отмоется, видите, желтенькое, поэтому вот это минус пластика, хорошо, что он не бьется, все, а вот это минус, ну, куда денешься от этого, как-то будем уже выходить с положения, не буду сильно близко показывать в кадре, а то скажут, даже посудан и помыто, а я уже выросла с того, что мне там кто-то что-то будет говорить, уже он там, этот, неудовлетворенный молодой человек, который под ником женщины, уже в инстаграме про меня выставляет, как и в бассейне, в ютубе жбанят все время, а я в инстаграм не хожу, уже туда полезли, когда же вы успокоитесь, когда вы успокоитесь тому, что вы оказались за бортом, что вы никому не нужны, молодой такой человек, а никому вообще не нужен, это страшно, придумывать, это уже болезнь, придумывать женские аккаунты, не один аккаунт, и писать всякую фигню, боже, боже, мне вас жалко, а когда-то вы были друзьями, как же можно ошибиться, правда, но ничего страшного, так что мне это уже по барабану, я говорю, это своего рода мне реклама, правда, правда, в инстаграме люди смотрят, я очень редко там бываю, может там фото-видео выставляю, а так вообще нет, люди посмотрят, о, проститутка какая-то, как они меня называют, зайдут посмотреть на старую проститутку, и мои будут подписчиками, так что, все, что не делается, все к лучшему, вот так вот, ну, а вас, конечно, жалко, что когда-то это закончится, все это, и вы вообще будете одни, как перст, так, ну, что мы делаем, все так хорошо, сейчас я посмотрю, что у меня здесь, с полинцами, ну, стаканчик будет, я думаю, о, маныще, смотрите, сколько здесь этого, имбиря, елки-палки, даже можно чай припросить, куплю лежит имбирь, чего тут только нету, чего тут только нету, что-то я не вижу, что она тут что-то ела, а, она копченую колбасу ела, все, я понимаю, поняла, ага, вот это вроде дела, так, ну что, я ставлю сейчас сочинник, наливаю немножечко водички, все вживую, все вживую, готовим быстро, как Высоцкая, берем, открываем, только там Высоцкая такие продукты, что мама не горюй, берем, открываем, так просто не получится, сливочек, да-да-ра-дан-дан, да-ра-да-дан-дан, надо весело жить, елки-палки, даже не хочется иногда готовить, да ну, с настроением пять минут, так, добавлю сливочек, чтобы не в чистых сливках, ну, стакан, короче, и ставлю на газ, 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 газ. Ой, газ, который вот это вот заключали договор, ребят. Пришло в Вайбере. Нафтогаз. Акция, акция. Значит, подключи своего друга к нафтогазу и получишь 50 гривен на оплату, ну, счет, например, на 3 тысячи за газ, то вы заплатите 2950. 50 гривен снимут. Только приведи друга. Ну, уже это вообще. Я знаю, как я стояла в очереди на нафтогаз, а сейчас даже там уже то здание, ну, то примещение, комната-то, сдается в аренду. Но это не их, они тоже в аренду взяли. Как вот, знаете, как лохотроны, знаете, как-то игральные вот эти аппараты, ломбарды, так и это все уже. Теперь еще и приведи одного друга. Получишь 50 гривен. Так что, если кто-то хочет, если кто-то еще не подключился, 50 гривен хотите, пожалуйста, пожалуйста, приводите. Ну, полента, ребят, вот. Мелкая, видите? Вот такая. Ну, я вам уже показывала, у меня есть обычно, на кофемолке перебивается очень легко, это дороговато. Этот пакет стоит, по-моему, 28 гривен. Беру свой лорнет. Думаете, я выкинула? Да нет, конечно. Вот, смотрите. Вот садоба. Ну, беру свой лорнет, или как называется, пенсне. И что тут написано? Какая-то каструля. Кукурудзяна. Так, наливаем чашку. Кипить. Усповедношение 1 до 2. Ух, та посолите. Варите 20-25 хвилин. То есть 1 к 2. 2 стакана воды, а 1 стакан каши. Так что я сейчас эту кашку сполосну. Сполосну. Алла, не свисти, не будет денег. Там, мать их дрыгом. Не будет, то не будет. Аж так я делаю. Так. Беру шикарную кастрюльку. Леся, смотри, зайчика можно пускать. Ага. Высыпаю сюда паленту. Мне так нравится эта кастрюля, что здесь так деления хорошо видны. Видите, как написано? И сейчас просто ее сполосну. А вы отдохните от тарахторения. Процедура мытья, конечно, очень чистая. Но сейчас, пока здесь вода закипит, пусть стоит. Водичку солил. Если немножко останется, это не страшно. Я все-таки, знаете, задумалась, что я смотрю, что у меня хлеб был. Сашу не мазала бутерброды. У меня вообще мало хлеба. Надо Саше позвонить, чтобы он... А, он же пешком идет. Хлеба. Наверное, все-таки заколочу. Сейчас я посмотрю, что тут у меня папа накормил с закваской. Ой, нормально. Смотрите, какая. Смотрите, какая большая. Оно не подсохло. Да не, вроде нормально. Чуть-чуть наверху тут вроде как подсохло, но я его уберу. Наверное, заколочу сегодня хлеб на вечер. На ночь, вернее. Сделаю булочку одну такую рифленую. Ну, жалко выкидывать. Ну, и еще раз скажу, что, ну, все-таки это... Надо быть таким любителем полезного питания, таким любителем, что я даже не знаю, но это не для меня. Я люблю все быстро. Чики-пики-пики. Я работаю, я все делаю. Я быстро. А вот это, что нужно выражить там, стоять над ним, это не мое. Так, ладно. Сейчас пойду возьму рецепт. У меня в голове все не держится, ребят. У меня рецепт хлеба... Сейчас зайду на свое видео или на Галли Липач и там посмотрю. А так я не помню всех рецептов в голове. Разве это можно? Ну, то, что касается, например, пирожков, вареников, я это делаю так уже, знаешь, на глаз. Потому что это уже миллион раз. А этот хлеб, это за раз в жизни, поэтому... Это же губы не накрасывали. Я ничего не делала. Посмотрите. Вот как есть, естественно. Так и есть. А что дома его красать? На что его красать дома? Так, ладно. Сейчас вода кипит. И я сейчас затею хлебушек. Хорошо? Согласны? Да, конечно. Слушать. Как говорится, знаешь, можно вечно смотреть, как горит огонь, как течет вода, да? Как кто-то работает. Вот точно. Ну, смотрите. На то есть видео, чтобы включить и просто отдохнуть. А то вы же работаете молча сами. А мне надоело молча работать. Я буду работать теперь с вами. Что-то делаю. Не, ну, если там такой новый рецепт, я буду показывать детально. А так давайте потарактунем. Так, банаш у меня готов. Сделаем. Ой, Саша сегодня разговаривала, надо заказывать билеты. Она обратно будет ехать. Она говорит, мам, ну чего вы будете ехать в тот Борисполь? Я выйду с машины, пойду в аэропорт и все. И зачем вы там будете сидеть? Скажет, я сяду на маршрутку, маршрутка заезжает прямо в Борисполь и говорит, поеду. Потому что она говорит, все равно же, я не хочу пока им об этом говорить, потому что у меня вжил тут комок стоит. Ну, нафиг. Что-то я так много бронзи бросила. Саша сто процентов есть не будет. Маленькая. Ну, ничего. Я еще то-другое приготовлю. А, ну, знаете, как отпуск, как вот ждали, ждали, так все-таки. А так быстро время летит, и вот скоро 4 марта, и она поедет уже домой. И опять мы с Сашей вдвоем останемся. А так чувствуется полноценная семья. Кто-то там есть, кто-то выходит сам сюда кушать. Кто-то ждет, помимо Саши, что мама, хочется есть. Как-то уже я вот это устала. А ну, конечно, может еще там, пару недель уже бы это страшно надоело. Ну, она в гостях. И я не заставляю ее ничего. Она говорит, мам, давай я помогу тебе полисочить. Я говорю, Саша, не надо. Я сама. Отдыхай, доня. Где ты еще отдыхнешь? Как не у мамы, не у папы, как ты дома, правда? Поэтому, не знаю, там такие писаки есть, что я как раз скажу, что у них дети, наверное, просто какие-то ботаны, вундеркинды, инопланетяне. Что они там, ну, да и слава Богу, а у меня такие, говорит, что маю? Какие батьки такие дети? Вот так скажу. Что маю, то и маю. Я на это не... Уваги не звертаю. Я прямо вершами уже заболакала. Ай, дитина, отдыхай. Боже мой, где она еще отдыхнет? Если мама за ней не поприживает, правда? Вот и все. Курку разрезала. Здесь вот поставила тесто. А сама... Потому что я сегодня мало ела. Вот такой вот... Это польский мы покупали. Мне нравится. Знаете, такими... Как оно правильно называется? Это творог. Зернистый. Вот такими штучками. Вкусный. Ну, конечно, 200... 200 граммов. А сколько стоит? Полтора доллара, по-моему, да? Ну, по времени. Я поддерживаю... Вчера у меня не было стрима. Я сидела так по интернету, туда-сюда лазала. Ну, в Ютьюбе. Когда смотрю моего бывшего друга, был с Киева, был стрим, то у меня прямо так уважуха. Уважуха к нему, что он написал, что, да, действительно, давайте поддержим, что не надо американцев. Ну, там, я не помню, как название. Вот за это уважуха. Все остальное там... Да я к человеку отношусь, знаете, это мое личное мнение, я не навязываю. Но человек сказал правду. Я поддерживаю их. Как бы я к нему не относилась, но он высказал свою точку зрения, и я ее поддерживаю. Курица приготовится. Пройдут мои сашки в квадрате. Поужинаем. Я думаю, что все вкусно получилось. Ну, Саша не будет есть эту поленту, вернее, банаш. Да ради бога, съесть курицу с каким-то салатом или что-то придумаем. Ничего страшного. Ну, я готовлю... То, что она заказывает на заказ, я ей готова. А так, она понимает прекрасно, что у нас семья, что у нас свой устой. Папе нужна. Сегодня утром встаю, тихонечко хожу. Провела Сашу, когда она уже встает, выходит. Я говорю, Мам, ты будешь завтракать? Я говорю, доча, мы и так тихенько, но у нас, мы в 6 часов уже как штык. Сегодня Саша завел часы, зазвенел будильник. Я говорю, Саша, да положи еще, положи. Я пиду, приготовлю тебе завтрак, приготовлю на работу, что ты мне надоешь? Я поем, буду спать хотеть. Я говорю, так не ешь все, потом в карман положи ту печенюшку или ту же вафельку, потом съешь там. Странные, правда, мужики? Вас тоже такие? Да. Возмущаются, но когда приносят домой, я мою судочки с этого, они пустые, на здоровье. Так зачем возмущаться? Зачем возмущаться? Вот скажите, Мы не знали. Так что, мои хорошие, спасибо вам за помощь, спасибо за то, что, слушайте меня, помогайте мне здесь на кухне, у нас такое общение, мне очень нравится. Я мыслей в слух, а то, знаешь, самому плохо, но самому что-то, знаешь, а так, я с вами поговорила, обговорила тема, которая на эти ближайшие два часа меня тревожила, спасибо вам большое. Ну, а вы заходите ко мне на канал, смотрите, приходите на стримы, все у нас будет хорошо. Хорошо. И самое главное, я желаю всем здоровья и миру, как Виталий говорит, миру, мир. Как написали, да, Виталий каже, там же с той стороны начнут, так что, они до вас бихтимут. Честно говоря, я не знаю, кто такого бихтимет, но мы, центральная частина, сами находимся в большой, не буду говорить, в чем. Но я думаю, что все-таки здравый ум, здравый смысл победит. Победит, и все будет у нас хорошо. Как-то разберемся, мы как-то найдем общий язык. Мы-то его уже давно нашли, но я думаю, что наши церкви найдут. Вы что же так думаете? Все, мои хорошие, до свидания, до новых встреч, до новых приготовлений. Субтитры сделал DimaTorzok